всем привет с вами вновь андре лов и давайте что-нибудь поделаем фотошоп и конечно также мы с вами порисуем фигме вообще мой основной профиль уже давно это и коммерс проекты лендинг и мне не очень интересно делать информационные проекты иногда беру иногда нет но вот я коммерс это моя любовь самые сложные самые интересные и мой ученик мне не так давно прислал ссылочку и говорит вот интернет-магазин он буквально вот новый посмотри что тут хорошо что плохо разбери покажи но мы в личной переписке все это обсуждали потом я решил почему бы мне не сделать видео вообще раз два в три месяца я делаю анализ рынка то есть смотрю что делать другие команды сравниваю особенно интересно смотреть сильные команды у нас на рынке снг одна из сильнейших команд с моей точки зрения валдберис где там тоже видно насколько менеджеры давят на команду есть решение которые устарели валдберис сделать уже наконец-то белую шапку хватит там использовать фиолетовый цвет но тем не менее там действительно все очень хорошо продумано все это подтверждено цифрами сегодня я вам докажу когда есть знание есть метрика есть а бы тесты есть цифры вы делать хорошо когда вы не знаете вы подражаете рынку вы пытаетесь что-то перерисовать и самое главное вы проседаете по цифрам по конверсии у и коммерс проекта есть только одна цель то есть максимально много заработать деньги к нам приходят люди они должны сделать выбор обменять свои деньги наши товары ну или же услуги которые мы продаем любой другой цель и коммерс проекты не преследуется все остальное это как раз для портфолио это удел дизайнеров которые просто хотят подражать говорить о красоте но не о цифрах и сегодня я думаю у нас будет очень интересное видео покажу много фишек и интересных моментов на основании которых вы сможете улучшить свои проекты если вы уже работать в каком-то коммерс проекте либо же улучшить ваше портфолио если вы хотите попасть в разработку и коммерс проектов у нас есть такая карточка мы сегодня рассмотрим ее из листинга достаточно простая по количеству блоков которые должны быть совмещены давайте посчитаем у нас есть вот один блок есть картинка 2 есть у нас лайк это 3 есть у нас некий рейтинг 4 количество отзывов у нас есть 5 у нас есть некое название 6 старая цена 7 новая цена 8 скидка 9 корзина 10 доставка доставка сегодня нас 11 и каркас который является карточкой потому что увидите немножко скруглен мощь это же 12 потому что он явно относится к проектированию это достаточно простая карточка у нас там 12 логик мы должны совместить это не так сложно бывает когда нужно 20 23 25 вот он да там уже поинтереснее это мы на примере сегодня этой карточки разберем те решения собственно инструмент с помощью которых вы сможете протестировать вашу такую разработку и понять почему она изначально по деньгам будет давать ниже потенциально возможного решения в коммерсе все решается об тестом либо же теме которые вы уже дали делали до это вы точно знаете либо те когда вам еще этом опыта не хватает вы можете сделать и однозначно цифрах увидеть то что когда две карточки неважно для карточки товара 2 листинга две корзины сравнивает 100 который выиграет по показателям то команда всегда и оставляет вообще по проектированию самое сложное в e-commerce проектов это корзина на втором месте у нас идет карточка товара на третьем нас идет шапка с умным поиском современным опять же я скорее тоже ролики про это запишу потому что еще раз вот когда я это дело анализ рынка почему бы мне также он не показать не рассказать что происходит в голове исходя из опыта и знаний из цифр можете тоже посмотреть все это применять дальше у нас после шапки вас идет как раз вот такая вот отдельная карточка идет в листинг там же и фильтры дальше у нас на последнем самом на пятом месте и от главной страничка сам просто и вообще там можно даже не рассматривать 6 информационная страничка она бывает на сайтах e-commerce вообще зачастую картинка текст картинка текста самая-самая простая по проектированию дальше эта картинка формируется так или иначе из типографических блоков каких-то векторов иконок всего три блока которым мы пользуемся в дизайне растрова картинка у нас есть какой-то вектор иконка и какой-то типографический блок он тоже является вектором но мы воспринимаем это как текст и вот дальше мы начинаем как раз с вами думать каким же образом все вот эти вот слои все вот эти варианты мы можем с вами уместить в конечное проектирование за не все упирается в акценты в пространство в композицию визуал который потом и с вами к этой композиции применяем как видите у нас есть эта карточка я взял точно один в один абсолютно геометрические размеры ширину высоту от 120 пикселей и те же самые логические блоки то есть ничего не меняя но по-другому выставляя акценты пространство и получая финальную композицию сразу скажу по цифрам любая из этих карточек первое то что вы видите любая выиграет по цифрам у данные которые есть сейчас на сайте на дистанции месяц будут миллионы рублей причем это не один миллион будет десятки миллионов рублей я готов с любым менеджером из перекрестка впрок поспорить на 100 тысяч рублей я просто расшариваю проект вы делаете а-б тест вы проигрываете по цифрам я получаю 100 тысяч если по каким-то причинам вы считаете что вы играете я готов 100 тысяч поставить это прямо открытые честные пари можете просто мне могут написать либо прям в комментариях оставить какие-то свои контакты я готов на 100 тысяч рублей не просто под на словах сказать потому что я это знаю я это мерил что ваш карточка проиграет по цифрам тем что мы дальше будем смотреть от нефинальный вариант мы счет все это будем рассматривать сразу хочу сказать что перекрестков pro достаточно очень много хороших сильных идей то есть видно что конечно там есть подражание того что есть на рынке но если вещь которую проведешь команда думает вполне возможно там это влияние менеджеров на такие конечные композиции но дорогие которым сейчас будем рассматривать у прям сделал правильно и да все начинается того с основного треугольника в любой карте если вы не делать его прям пропорционально по цифрам проигрываете это у вас есть контент это у вас есть цена и скидка. То есть вот эти три блока, это классический треугольник, если их не формируете вверху, вы уже с большей долей вероятности чуть-чуть на проигрываете. Ну, плюс к этому там потом еще будет идти у нас группировка, отступы. Если вы вначале ставите рейтинг, ставите название, вы уже проиграли. То есть устаревшая модель проектирования, опять же, вот у Valberis сейчас на рынке СНГ это самое сильное правильное решение, там они везде используют треугольник, то есть один, цена, скидка. Это абсолютно все верно. Если мы сейчас это не делаем, мы уже потихонечку начинаем проигрывать, потому что не идем по метрике от клиентов. Основной фильтр, которым пользуется клиент, цена, поэтому этот треугольник, он в том числе обоснован на уровне клиентского сценария, как он в фильтре применяется. Дальше. Вот это решение очень интересное. Когда мы начинаем вводить нейтрали, привычные звезды, какие-то блоки, мы можем с вами лучше выставить акцент на нужном, на картинке, на цене. Поэтому увод привычных каких-то шильдиков, увод привычных звезд в нейтрали, это интересное решение, которое позволит дизайнеру выставить лучший акцент на верхний блок. То есть на верхний блок с картинкой и на какой-то коммерческий блок. Мы сейчас будем рассматривать разные группировки. То же самое очень верно сделано доставка сегодня. Обратите внимание, здесь нет никакой. Ни клонки, ни машинки, ни какой-то точки. Это очень правильно для того, чтобы сформировать понимание, что какая-то карточка у нас может дать какую-то дополнительную преимущество относительно другого выбора. Достаточно слоя и максимум свойства цвет. Почему? Вот эти все карточки, в листинге, они всегда тиражируются. Если вы добавляете любой слой, они всегда будут в рамках экрана, повторяться в 5-10 карточках. То есть вы нагружаете интерфейс, и это уже не нужно. Поэтому, убрав ненужное, мы можем лучше, опять же, выставить основные акценты 1, 2, 3 и так далее. Теперь давайте посмотрим, почему же вот эти решения изначально, вот эта группировка, вот этот визуал, он устаревший, он неправильный по цифрам, всегда проиграет. Вот, кстати, в чистом виде решение прямо в лоб, которое можно сразу сделать. То есть у нас есть картинки, мы их сразу увеличиваем, контент, это доминирующая часть, по которой делается выбор. Дальше мы к ним подвязываем, ну, опять же, по группировке, дальше будем смотреть. Либо у нас цена идет на первом месте, либо у нас идет выгода. Тут очень правильно сделано, что вынесен лайк, если у нас появляется возможность в группировке поставить лайк, тем самым строчка у нас живая, она может у нас двигаться, то есть тут может быть значение там тысячи. Нам достать отступы для того, чтобы здесь вынести и выслабить контент. Хотя вот, возможно, такие бирки, а-ля там скидки, акции, там новинки. Да, мы в лем случае должны здесь применять, но дальше посмотрим, как это сделать максимально правильно. Дальше у нас есть отступы, то есть под блок 1, больше отступ, под блок 2, под блок 3 у нас получается. Дальше мы вводим все в нейтрали, это интересная мысль, тем самым фокусируя на верхней части. И вот тут мы сейчас с вами можем как раз и перейти к пониманию того, как вообще тестировать ваши акценты, особенно по цвету, по визуалу. Вам достаточно вот всегда то, что вы делаете, исследовать таким циклоповым зрением. То есть размываете в фотошопе Толе там 10-15 пикселей, смотрите. Там, где у вас контраст, размер и цвет, туда смотрит человек. Польский сценарий выбора листинга всегда простой. Это картинка, это цена и некая выгода. То есть этот треугольник, по нему всегда идет выбор. Если вы выставляете значения вот в этой верхней области, вы правильно проектируете, и ваша конверсия будет максимально возможна, исходя из ваших логик. Потому что, видите, у нас здесь их немного, всего лишь там 11. У вас их может там больше быть, у вас может там 20 быть, 25. Если вы начинаете размывать этот треугольник, выставляя конфликты, сейчас мы посмотрим внизу, вы прямо пропорционально ставите конфликт в пользовательском сценарии выбора, и ваша конверсия будет падать. Это работает в любом интернет-магазине, но если ваш интернет-магазин прям с большим ассортиментом, как вот в любом большом крупном гекомерсе, там прям вообще это в цифрах прям будет очень-очень разительно. Давайте посмотрим. Вот у нас решение. Мы сюда до корзины с вами дойдем, почему она здесь вообще не нужна. Вот решение, которое сделано прям в первом приближении вариации. Вот решение, которое сейчас есть на сайте. То есть можно с вами перейти, вот ее посмотреть, в честном виде оно работает, можно ее посмотреть. Если вы здесь сейчас вот опять же циклоповым зрением все это размоете, вы увидите как раз разницу именно по акцентам, потому что все еще раз в акценты упирается. При одном и том же размере карточки, при одной и той же логике акцент ставится по-разному. Если здесь акцент идет на верхнюю часть, то есть у нас в честном виде есть картинка, потом блок связан с какой-то коммерческой вот этой вот частью, то есть цена и третий у нас блок есть, это скидка, то в нижней части дизайнер ставит в честном виде конфликты по визуалу и, собственно, по конечному, по композиции. То есть у вас здесь один блок, второй, здесь третий. И вот человек должен каким-то образом понимать, куда ему смотреть. Теперь мы приходим к этой корзине. Это то, что уже было сказано мной много раз в последний год, но, к сожалению, это дизайнеры, ну, я думаю, это может быть менеджеры, скорее перелисовывают у других устаревших проектов. На полном серьезе считается, что добавление такой яркой кнопки каким-то образом влияет на конверсию. Она в листинге не влияет, наоборот. В листинге вы тем самым понижаете. Ну, то есть, опять же, давайте сейчас честно буду сказать, когда последний раз мы это тестировали, это вообще не влияет. То есть последний тест показал, что кнопка в контуре и кнопка в цвете равно одинаковая конверсия. Но вы понижаете акценты, потому что акценты должны быть вверху, а вы их размываете. То есть вы с верхнего блока ставите на нижний. Если вы ставите эти кнопки, которые у вас начинают тиражироваться в листинге, причем вы сейчас видите всего лишь только одну полоску, а в конечном листинге с фильтрами это вообще будет бесконечный скролл, вы не реализовываете сценарий для пользователя, который говорит о том, что человек смотрит картинки, выбирает какую-то выгоду, и потом все на втором месте. Название, рейтинг – это все на третьем месте по отношению к картинке цены и скидки. Убирая кнопку «Купить», а ее нужно убрать в наведении, как раз вот у Wildberries это сделано правильно, потому что они это протестировали, поняли, что это не влияет на конверсию, значит, дальше дизайнер руководствуется принципами акцентов. Убрав это, мы можем поставить акцент лучше на картинку и на дополнительные блоки, то есть там цена, там рейтинг, все остальное. Но корзина должна появляться, она должна быть явной при наведении, то есть мы наводим, можно сделать прямо отдельный блок, контрастный, потому что при наведении, значит, человек сделал выбор. Из листинга люди, конечно, покупают, но делают это мало, основная карточка, из которой люди делают покупки, это карточка товара корзины, уже в корзине там уже идет оформление. Вот правильная система, убрать корзину, правильно выставить акцент на верхнюю часть, и тогда мы можем реализовать максимально хорошо польский сценарий. То есть вот эта верхняя рисовка, которую вы сейчас видите, она по цифрам просто разорвет нижнюю рисовку. Независимо от того, что думает другой дизайнер, может быть, команда, потому что у кого-то более опыта много в e-commerce, у кого-то меньше, все решают цифры. То есть эстетика, конечно, тоже ее нужно смотреть, мы сейчас дальше там вариации порисуем, там они уже есть. Но уже вот это выиграет однозначно в нижней части. Я еще раз предлагаю менеджерам перекрестка, либо на деньги со мной поспорить, либо просто сделать этот АБ-тест, и вы увидите, насколько вы уже проигрываете по цифрам. Дальше. Можем посмотреть вот эту вот тоже идею с понижением блока. Это вещь, которая, как раз здесь мы сейчас поговорим о рисовках для портфолио и коммерческих проектов. Вот смотрите. По идее вот такой вот яркий цвет нужен только вот тут в первой карточке, чтобы показать, что все следующие карточки относятся к этой акции. На самом деле вот этот первый экран мы должны, можем теоретически сделать такую яркую кнопку, все остальные делать инверсионной. Почему? Как только вы проинформировали зрителя о том, что картинка относится к этой акции, по идее этот блок больше не нужен. То есть его можно смело, по идее, убирать. Но мы так сделать не можем. В рамках самой разработки, если у нас есть какой-то слой информационный, он будет везде дальше появляться. Но вопрос, опять же, все в акценты упирается. Если вы также здесь сейчас размоете свое зрение, вот мы можем сейчас с вами посмотреть, какой здесь вариант, по-моему, а у меня здесь, по-моему, этого нет, да? Но можете вот так вот размыть простое зрение. Вы увидите, что здесь акцент смещен с картинки цены. Здесь он есть, информирование, но по акценту это стоит не на первом месте, а на втором. Или уже, может быть, даже на третьем, который уже начинает с нижней частью взаимодействовать. Вот эта мысль, все время, когда вы добавляете какой-то цвет, вот этот яркий, вы всегда смещаете акцент. Вы в этот момент не делаете сценарий для пользы именно в листинге, я подчеркиваю. Такие кнопки нужны в карточке товара. Большая яркая кнопка, купить там, да? В листинге ее быть не должно, как и здесь, в этих блоках, не должно. Если здесь у нас как раз шильдик, стоит как бы такой обратный контраст, у нас светлый фон и черный бук, это как раз вот это решение должно быть принято в том числе здесь. Дальше нужно подбирать цвет, смотреть визуал, но это неправильно. Это просто тиражирование, которое смещает акцент. Это тоже будет влиять на ваши цифры, на ваши показатели. По поводу размера. Вот в чистом виде пример рисовки такой, ну не то что устаревшей, она скорее портфольная, от рисовки коммерческой, современной. Вот у нас есть блок, у нас условно есть какая-то площадь, в которой мы должны поставить текстовый блок. Вот для портфолио дизайнеры любят делать достаточно-таки отступы, достаточное пространство, но это противоречит, опять же, пониманию, восприятию, как человек будет смотреть текстовый блок. Человеку, реальному клиенту, ему вот этот фиолетовый, этот отступ, ему важен размер, ему важен контраст. И дизайнер коммерческий, он будет увеличивать размер текстового блока, уменьшая тем же самые отступы. То есть в любом случае задача минимизировать подложку, чтобы высвобождать контент, так же, как мы лайк с вами убираем, и там любые другие иконы, которые можем подставить, мы высвобождаем то, почему человек делает выбор. И контент мы делаем больше, конечно. И дальше мы здесь делаем инверсию, то есть у нас не на ярком цвете, увеличиваем размер, то есть уменьшая просто отступы. Вот это коммерческая рисовка. Это дизайнеры, которые делают под цифру, под e-commerce, под клиента, под реального человека. И это рисовка, которая делается для портфолио, она не имеет ценности в реальном мире, когда мы что-то разрабатываем. Но для портфолио дачек дизайнер показывает, как он может сделать хороший отступ. Поэтому уже, конечно, все убирать. Вот эти явные такие скругления, явные такие вот моменты, где попытка показать какой-то дополнительный фирменный стиль, это опять же внимание, которое на себя этот блок должен забирать. Он не должен так на себя забирать блок. Вот если вот здесь, давайте мы с вами это быстро сделаем. Было бы вот так вот, то есть первая карточка мы вот здесь можем с вами подставить, то есть мы можем с вами сделать инверсию. Вот этот блок ставим как раз как фоновый, а данный блок мы можем с вами подставить, вот белый, например, да, вот таким образом. Вот это правильно. То есть мы как бы в первом блоке показываем, что все они относятся к акции, а дальше мы понижаем на дистанции всего листинга, у нас будет правильно выставлен акцент. Ну, кроме первого блока, где мы прямо в чистом виде пытаемся показать, что все это к акциям. Это вот те решения, которые уже надо применять, которые еще раз все упирается в акценты, в конечный визуал. Итого, мы с вами делаем достаточный размер, то же самое по звездочкам относится. Если дизайнер ставит какой-то блок, этот блок должен для конечного клиента, должен быть понятным, значит, должен быть иметь балансный размер, балансный контраст. Это не балансный размер, не балансный контраст. Опять же, по группировке должно стоять ниже, и должно этому уделено то же самое внимание. Должен быть хороший отступ, хороший размер. Визуал, безусловно, можно попробовать сделать нейтральный, но эти блоки должны нормально считываться, но не в пониженном кегеле, там не в 12, не в 13 пикселях. Это, конечно, опять же, устаревшие правила. Смотрим дальше, ниже. Если мы пытаемся вообще высвободить, для того, чтобы просто понять, как это работает, убрать верхние шильдики, то мы увидим с вами как раз решение, и, кстати, в том числе, почему вот это вот сделано. Если мы поменяем блоки местами, видите, тут отступ достаточно большой, от низкого кегеля, что, опять же, правильно сделано. Основная часть у нас в большем размере, второстепенная в меньшем размере. Если мы в идее вот такие вот шильдики вообще все убираем, это единственное правильное мышление, чтобы зрение ставления акцентов. Мы как раз высвобождаем этот треугольник. Скидка 1, треугольник, то есть у нас 2 и скидка 3. Кстати, по поводу скидки. Наверху была рисовка. Давайте мы сейчас сразу вниз пролистаем. Она где-то у меня тут есть. Вот как раз пример тоже, к которому сейчас тяготеют некоторые интернет-магазины. Скидка, она нужна, и она нужна для того, чтобы показать разницу, да, фактическую между старой ценой и новой. А просто на какое место по акценту ее ставить. Вот в классической метрике, как бы в e-commerce, которую, в том числе, я веду, скидка важна. То есть, если мы ее с вами убираем, она по чуть-чуть, но может с вами конверсию немножко стоять ниже. Но вот сейчас просто у меня, у тех сайтов, на которых я это вижу, у меня нет показателей, то есть метрики этих компаний. Но я вижу, что вот эта скидка сейчас в некоторых проектах начинает убираться без подложки, ставится на белом фоне. Раз это сейчас есть на сайте, я же постоянно ее обновляю, то есть я смотрю, есть ли тестирование АБ, либо же мне просто показывают уже финальный вариант. Я вижу, что это финальный вариант. Это значит, означает, что команда протестировала, и видите, что это невлиятельно показатель общего сайта, но при этом, опять же, это позволяет дизайнеру лучше выставить акцент на картинку, цена, и только потом скидка. Получается у нас будет треугольник один, два, три. Более того, как только у нас освобождается, мы убираем с вами подложку, видите, сравнение цветную, у нас освобождается черный цвет, потому что здесь мы не можем поставить, ну вот здесь, если мы поставим черный, хотя здесь черный тоже можно поставить, но они взаимодействуют, то есть у нас здесь красная цена, здесь подложка, но здесь черный освобождается. Но вот здесь мы уже не можем поставить красный цвет. Если мы ставим здесь свойства красные, то у нас начинается конфликт между двумя блоками, которые визуально выглядят неэксклюзивно. Так что здесь у нас будет красный, здесь у нас будет черненький. Давайте мы дальше посмотрим с вами вот эти вариантики, которые нарисованы. Нижний вариант также посмотрим уже с возможностью дополнительных выставлений подблоков, потому что если мы действительно знаем, что у нас название может быть в две строки, а оно здесь правильно сделано, там где у нас две строки, видите, оно на второй строчке обрезается. Можно мы изначально просто сделаем больше отступа. То есть больше отступа у нас где-то будет один, одна строка где-то две, вторая строка у нас будет обрезаться в две строки, видите, как здесь показано. Да, безусловно, у нас будет измененный отступ по отношению к этому, но это неизбежная система наполнения, мы должны заложить количество оптимальных строк, которые будет. Дальше, если мы точно знаем, что вот этот блок может быть 1 и 2, мы делаем больше отступа, тем самым увеличивая дополнительно вот эту систему восприятия подблоков в рамках одного блока, но карточка чуть-чуть увеличится по высоте, там пикселей у нас на 10. И как только у нас высвобождается дополнительное пространство, мы внизу также можем, если мы таким взглядом посмотрим, здесь поставить цвет. То есть классические у нас звездочки, они какие-то желто-оранжевые, доставка сегодня, что-то там плюс, либо доступно поставят зеленый цвет. Это устоявшаяся модель на рынке, ее нет смысла менять, хотя опять же, ну вот как с нейтральными можно поиграться, но опять же, все это нужно в цифрах смотреть. Но это устоявшаяся модель, которую можно использовать и знать, что самое главное здесь никаких подложек, и ничего, акцент не смещается с основного треугольника картинка. Цена, скидка. Вот опять же, если размыто взглядом и посмотрим, в том числе, на такое проектирование, на визуал, который к нему прикручен, мы сразу можем смотреть, куда будет смотреть человек. Он будет делать выбор по картинкам, куда мы ставим с вами основные акценты. Дальше у него будет второй блок, на котором будет смотреть все остальное, вторично и третично. То есть корзины вообще нет, корзина только появится, когда мы наведем. И когда человек сделал выбор, и он ее купит. В листинге это лучшее решение, вообще корзину убрать, и вообще искрыть наведение, потому что она и высоту карточки отдельно увеличит, да еще акцент смесит. А вот в карточке товара, когда вы переходите, там прям другие правила. Это второе по сложности проектирование страничек в e-commerce. В карточке товара как раз кнопка должна быть большой, яркой, акцентированной. Потому что там треугольник, это как раз картинка и цена сразу. Купи-купи. То есть подразумевается, раз человек сделал выбор, то есть из листинга, вот он уже в карточке товара потенциально хочет купить, ему мы должны сказать, что вот самое явное, бери и покупай. Давайте также внизу посмотрим. Вот это вот решение, связанное с нейтралями. То есть мы тоже можем поставить нейтрали, менять местами. То есть скидка здесь, скидка там, цена сверху, цена снизу. Это уже вопрос. Давайте мы верхний этот вариант чуть посмотрим, где у нас скидка измена. Да-да-да, вот у вас видите вариант. Сначала такая классическая система. Здесь мы строчку, разумеется, освобождаем, потому что цена у нас может быть там тысяча, две тысячи. Мы выделяем целую строчку под важный блок, который у нас будет двигаться. Внизу наоборот можем сгруппировать. То есть у нас есть скидка, она у нас не может быть, ну 100% вряд ли она будет, она может быть только 99. Здесь старая цена, которую в случае можно ввести в какой-то градиент. И лайк, который освобождаем. При наведении у нас есть корзина. Дальше по визуалу. У меня вот цифр нет, я такой не мерил. То есть если мы введем с вами в нейтрали, по мысли очень правильно. Потому что любая нейтраль позволяет дизайнеру поставить лучший акцент на верхний блок. Но с другой стороны, если мы подберем достаточно такие неконтрастные цвета, такой аккуратный, оранжевый, желтый, аккуратненький, зелененький, то я думаю тоже никак не повлияет. Но вот в эту мысль очень правильно. То есть когда я здесь увидел, такой, ага, то есть ребята думают, то есть команда старается. Но в каких-то вещах все равно сделали устаревших проектирования. И в конце концов давайте подводить итоги. То есть можем с вами посмотреть, например, нижнюю карточку, верхнюю. Еще раз. E-commerce все опирается в цифрах. Дизайнер, который начинает оперировать своим вкусом. Мне нравится, не нравится, мне так удобно. Не подвергая обоснования это по акцентам, по пространству, по конечной композиции, визуал, который он прикручивает. И еще плюс к этому, если у него нет опыта АБ-тестов и понимания, как одно решение отражает цифру, другого нет. Это фактически у бизнеса мы воруем деньги. То есть дизайнер просто берет и свои какие-то творческие порывы пытается реализовать за счет бизнеса. Наша задача играть наоборот на стороне бизнеса и помогать компании доносить лучшие приложения до клиентов и обменивать их деньги на наш товар или услугу. Идеально e-commerce это который в минимальное количество действий забирает деньги человека и обещает ему потом, когда-то через два дня, через один день, либо сегодня, привезти товар. То есть сайт берет уже здесь и чат, забирая деньги, потом привозит товар. Для нашей задачи все акценты, пространство проектирования делать только для этого. Есть уже опыт e-commerce. Дизайнер, который отвергает опыт индустрии и других дизайнеров, он просто идет по ложному пути. Он сам себе усложняет путь становления. Если мы начинаем анализировать тренд, анализируем опыт, знаем цифру, но опять же, я свои цифры показать не могу, обнародовать. Это просто будет нарушение наших доволенностей с командами. Я лишь могу говорить о том, что вы, если не верите, просто сами протестируете это. Еще раз, я с любым готов поспорить на 100 тысяч рублей, что у вас вот эта карточка проиграет по цифрам этой, и это будет на дистанцию еще раз в месяц миллионы рублей, потому что, я думаю, перекрестка, достаточный трафик, потому что достаточно бюджетный маркетинг. Дальше вопрос команды. То есть либо мы на первом месте хотим показать, ли для бизнеса улучшить, заработать деньги, либо же на втором месте нас тянет наш какой-то эго, наш какой-то портфольный взгляд. Это никак не относится цифрам и коммерческим разработкам. То есть есть разница между разработками для портфолио, дизайнерскими и разработками для коммерческих проектов. Дальше также я хочу записать цикл роликов. Надеюсь, что вам такой ролик понравился, какие-то вещи для себя подчеркнули. Те дизайнеры, которые уже также в леком месте работают достаточно давно, те, кто не работают, для вас прям вообще возможность все это порисовать, быстренько потестировать. Можете залайкать, написать комментарий. Думаю, в следующий раз я хочу поговорить о шапке, об умном поиске. Это очень важный момент. Не случайно я шапку поставил на третьем месте. Сейчас, опять же, цифры и метрика очень хорошо показывают, как должна быть сформирована шапка. Так что посмотрим с вами, посравниваем. Я уже нашел сайт, который является квинтэссенцией устаревших решений по шапке. Мы ее с вами перерисуем и разберем. А на сегодня это все. С вами Банрилов. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok